Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, всех вас приветствую. Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем разбор Первого Послания апостола Павла Коринфяна. Сейчас мы с вами дошли до 10 главы. Мы попытаемся сейчас с вами читать синодальный текст Первого Послания Коринфянам и делать небольшие комментарии к тем или иным отрывкам. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня, камень же был Христос. При первом знакомстве с Ветхим Заветом может сложиться впечатление, что это что-то не о Христе. Это что-то далекое от Христа, далекое от Нового Завета. Это что-то совершенно даже иногда ненужное мне. Многие люди говорят, это еврейская история, а мы живем в России, нам интересна своя история, поэтому Ветхий Завет читать не обязательно. Однако апостол Павел этими словами связывает две, казалось бы, несвязуемые с друг другом эпохи Ветхого и Нового Завета. Оказывается, если мы с вами посмотрим на действия Духа Святаго, богодухновенность Ветхого Завета и таинственность Ветхого Завета, оказывается, и там они существовали. Только существовали в фигуративном смысле этого слова. Сегодня мы с вами можем приступать к таинствам крещения, покаяния, миропомазания и так далее, приступать напрямую, тогда же посредственно, прообразовательно, фигуративно. Все отцы были под облаком. Облако — это тот столб облачный, который вел народ израильский. Явление славы Божией, явление Господа, который путеводствовал израильскому народу в пустыне, путеводствовал им выйти из земли египетской и идти в сторону своей свободы, в сторону того, как они создадут свое государство и уже перестанут быть рабами. «Прошли сквозь море, крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». В Моисее можно видеть, естественно, мессианское значение предавать этому лицу Ветхого Завета. Более того, вхождение в воды Черного моря, Красного моря тоже могут нас перенести к крещению, к искуплению через Иисуса Христа, когда от рабства греху человек переходит к свободе во Христе, когда от ветхого человека человек переходит к образу нового человека. И путеводителем в этом плане является для нас Христос. Для Ветхого же Завета это был Моисей. Что значит духовное питье и духовную пищу? Можно воспринять это как что-то несуществующее, как что-то, как сегодня в нашей культуре языка, часто духовной пищей называют музыку, искусство, литературу. Однако на самом деле по Ветхому Завету мы знаем, что люди ели манну, она была вполне осязаема, материальна, она имела определенный вкус, консистенцию и так далее. Они пили воду из камня, они пили воду, которую по божественному промышлению давал им Моисей в пустыне. Конечно, не стоит себе представлять пустыню, как сегодня на картах Сахара или какую-нибудь еще пустыню. Это скорее незаселенные и бедные в отношении воды местности, в которых действительно человеку было неудобно селиться. Почему же материальные, конкретные вещи называются духовной пищей и духовным питьем? Это связано с тем, что даны они через Бога, от Бога, поэтому они духовны. И употребление этого возводит нашу мысль к закону Божию. Манну нельзя было собирать, например, в субботу, в шаббат. Ее необходимо было собрать заранее, в двойном объеме. Но если в другой день ты собрал бы манну в двойном объеме, или в каком-то другом, больше положенного, то тогда бы она сгнила. Вот удивительное, чудесное, божественное вмешательство и воспитание народа израильского в духе послушания закону на протяжении всей его и их путешествия по пустыне. Но камнем, из которого пришла вода, из которого высеклась вода, это Христос. Соответственно, мы соединяем два завета, и мы говорим, что именно этот же Бог, этот же Господь наш Иисус Христос дает нам заповеди Ветхого Завета, ведет народ к свободе. И он доведет не только народ израильский, но соединит в себе и под собою все народы, создав церковь, которая не будет уже основываться на национальном признаке, на государственном признаке, но будет основываться на вере в Иисуса Христа. Но дальше апостол Павел переходит от такого оптимистичного, можно сказать, гимнографического вступления вдруг к вопросам пессимистичным. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Чем были поражены? Действительно, читая книги «Исхода», «Чисел», читая книгу «Второзаконие», «Левит», мы с вами встречаемся с определенными проблемами, которые встречали израильский народ в пустыне. И зачастую эти проблемы были связаны с их личным духовным несовершенством. Они очень хотели перепелов, и поэтому Господь послал им, они объелись и стали погибать. Они создали золотого тельца и стали поражаемы божественным гневом. Воспылал гнев на народ этот. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Они, представьте, видели славу Божию, сошедшую на гору Синай, но в то же время они очень быстро отвернулись от Бога, они очень быстро впали в то же состояние, из которого только что вышли. И мы можем так. Это образы педагогики, которые позволяют нам с вами не возгордиться, не сказать, что со мной этого не будет никогда. Помнить, что не всегда я буду хорошим. Иногда я упаду. Иногда я забуду о каких-то своих убеждениях, религиозных правилах. Я упаду, но буду надеяться, что мне хватит сил встать или, по крайней мере, не упасть. Это было бы еще лучше. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел и есть, и пить, и встал играть. Здесь, конечно, мы видим с вами явное параллельное место с поклонением золотому тельцу. Да, народ израильский не воспринимал его как иного Бога, но им хотелось иметь карманного Бога, Бога, которого можно всегда закрыть, которого можно привязать к себе, которого можно носить с собой. Ведь живой Бог и встреча с живым Богом — это всегда проблема. Проблема в том, что Бога нельзя привязать. Здесь же вспоминаются события строительства Иерусалимского храма и молитва Соломона о Иерусалимском храме. Понятно, что для языческих народов, которые привязывали иногда даже идолов в храме, для того, чтобы якобы божество не ушло из их храма в плоти идола, если можно так сказать, его привязывали цепями. И воспринимался храм как дом этого Бога, что он якобы покидает свои небесные жилища и переселяется в этот дом, построенный людьми. Поэтому этот дом украшался, делался наиболее красивым, чтобы типа божеству было удобно здесь жить. Однако для израильтян это было чуждое представление. И, конечно, воспринимался дом Божий как место явления славы его, но не как вместилище божественное, что как будто бы в этом храме присутствует Бог всем своим существом и не присутствует более нигде. А израильтянам очень хотелось, чтобы можно было Бога ощутить, посмотреть на него, осизать его. Но Бог Ветхого Завета, точнее, в Ветхом Завете Бог открывается как Бог Говорящий, а народ, воспринимающий эти слова, как народ слушающий. Одна из важных таких составляющих стихов из Священного Писания и Старозакония, которые иудеи повторяют до сих пор изо дня в день «Шма Израэль». «Шма Израэль, слушай Израэль». И сразу вспоминается, к чему же я призван. Не смотреть пока, не осизать, слушать. Слушать и исполнять. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. В случае с золотым змеем, который Моисей возносит на посохи. «Как некоторые из нас, из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не допустит вам быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Где умножается грех, призабилует благодать. Где Бог позволяет нам впадать в некоторые искушения, Он дарит нам незабываемый опыт. Опыт, позволяющий нам впоследствии бороться с согрешениями. Многие из нас мыслят и очень ропщут, говоря, «Ну что я с собой могу поделать? Я такой, я грешник. Я никак не могу измениться. Однако мы с вами встречаемся с совершенно другой картиной мира. Во-первых, я могу измениться. Во-вторых, Бог попускает мне впадать в искушение, быть испытываемым для приобретения этого опыта. Он хочет, чтобы я умел не просто быть безгрешным, а чтобы я умел бороться с согрешениями, чтобы я умел принимать их, чтобы я умел работать с ними. Вот этого Господь от меня хочет. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Итак, дальше апостол Павел приводит вполне логическую схему, почему необходимо убегать идоложертвенного. По всей видимости, идолослужение является важной еще для коринфян проблемой. Как избежать этого? Ибо многие события происходили и в храме тоже. Храм являлся местом, где совершались какие-то даже иногда семейные праздники. Так вот, как же мне быть? Пойти мне на семейный праздник или нет? Быть ли мне вместе с моей семьей на каком-то празднике за столом, когда лежит там идоложертвенное мясо и так далее? Быть мне на этом празднике или уклониться? По всей видимости, это волновало коринфян. Апостол Павел говорит, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Хотелось бы здесь дать небольшой комментарий. Причащаясь тела и крови Христовых, мы становимся не только сопричастными Богу, но и сопричастными тем, с кем вместе мы приступаем. Соответственно, мы образуем собою теснейшее общение друг с другом. Но это ли говорит, что идол есть что-нибудь, или что идоложертвенное меняет как-то свой состав или свое действие на организм человека, на вообще человека? Нет. Но в чем же тогда проблема? А проблема в совести окружающих меня людей. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Этот ряд риторических вопросов естественным предполагает ответ «нет». Мы не хотим раздражать Господа. Нет, мы не сильнее Его. Но очень большой проблемой для христиан до сего дня является неразборчивость в религии. Когда мы попадаем в общество людей с иным религиозным подходом, очень часто мы хотим с ними согласиться. Мы хотим быть хорошими. Мы хотим быть в одной команде с ними. И поэтому поступаемся иногда нашими принципами. И не являемся проповедниками истинного лица Иисуса Христа, а скорее наоборот, того, который нам было бы удобнее проповедовать. Далее апостол Павел говорит, «Всем непозволительно, но не все полезно. Все непозволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый польза другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Итак, что значит «всем непозволительно, но не все полезно». «Всем непозволительно, но не все назидает». Здесь речь идет об одиафорных поступках, то есть тех, которые не окрашены нравственной составляющей. Что это значит? Некоторые вещи не запрещены Писанием, не запрещены святоотеческим богословием и в то же время не являются добродетельными. В христианском богословии об одиафорном говорится много. Не всегда мы находим эти тексты, не всегда хотим найти эти тексты. Но, конечно, в нравственном отношении это не портит нас и не возвышает нас. Но в то же время мне все позволительно, но это не полезно. То есть я не выведу никакой пользы из этого. Это не назидает моего собрата. А я должен стремиться к назиданию собратьев. Я должен стремиться к тому, чтобы принести пользу другому. То есть уйти от состояния минуса, когда я грешник. Не в состоянии нуля, когда я не праведник и не грешник, а в состоянии плюса, положительной стороны, когда я помогаю другому человеку, когда я живу в добродетелях. «Никто не ищи своего, но каждый польза другого». Как замечательно и емко апостол Павел выразил эту мысль. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Итак, когда язычник приходил, ныне язычник, христианин, неважно, гражданин города языческого приходил на рынок, там ему предлагалось несколько родов мяса. Было мясо идоложертвенное, соответственно, то, которое не просто было покраплено кровью, а которое участвовало в жертвоприношении. Его обычно продавали люди, подчиняющиеся священникам, которые забирали часть из этого жертвоприношения и, естественно, перепродавали на рынке. Считалось, что такая еда лишена действия злых духов. Однако, в принципе, вся еда, которая была не освящена, например, призыванием определенного имени божества, считалась какой-то такой бесовской, считалась обуреваемой злыми духами. Поэтому почти все мясо на рынке было идоложертвенным. И здесь вопрос апостола Павла и христианских общин, а необходимо ли нам иметь те же самые пищевые, наверное, фермерские хозяйства, например, ну, чтобы пищевые ограничения выражались, ну, как вот сейчас халяль или кашрут. Вот так нам необходимо? Апостол Павел говорит, что нет. Оказывается, идол есть ничто, и идоложертвенное ничем не лучше и не хуже другого. Но если я придаю значение идолу, то я буду придавать значение и идоложертвенному, и, соответственно, моя совесть будет оскверняться. «Если же кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и сусто наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. И для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?» Итак, на самом деле стоит обратить внимание, вопрос употребления мяса идоложертвенного стоит не в плоскости того, что само мясо нельзя, а в плоскости того, чтобы не осквернить совесть другого человека и не подвергнуть осуждению свою. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользу многих, чтобы они спаслись. Итак, лакмусовой бумажкой праведности наших поступков, правильности наших поступков является вопрос, а послужит ли это славе Божией, послужит ли это славе Церкви? Если да, то делай это, если нет, то наоборот. Конечно, здесь речь идет о светлой славе, не о черном пиаре, не о каких-то скандалах и дрязгах, а как раз-таки о любви, о проявлении добродетелей, которые бы смогли привлечь других людей, о моей воздержанности, моего умения общаться с людьми, моих положительных качеств, как неких предметов, помогающих осуществлять служение Богу и ближним. На этом мы подходим к концу 10 главы и в следующий раз разберем 11 главу первого послания Коринфянам. До новых встреч!